Программа здоровительных мероприятий в День здоровья началась в 8 утра. В это время параллельно проводились утренняя гимнастика, йога, аэробика и многое другое. Были организованы различные акции, направленные на повышение осведомленности о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. Студентам и преподавателям предлагалось принять участие в бесплатных медицинских обследованиях, мастер-классах по здоровому питанию, спортивных занятиях и тренировках, лекциях по профилактике различных заболеваний. Столько заряда энергии и эмоций я не получала еще никогда. Это, наверное, была самая лучшая физкультура в моей жизни. На самом деле для спецодин такие танцы – это очень-очень полезно для здоровья. Я считаю, что это очень было круто, очень полезно. Мне очень понравился сегодняшний день, так что благодарю наш институт, наш университет за эту прекрасную возможность поучаствовать в этом мероприятии. На мероприятии также проводились конкурсы и игры, направленные на повышение интереса к здоровому образу жизни. Студенты могли принять участие в веселых стартах, мастер-классе по танцам и оказанию первой медицинской помощи. Учащиеся даже попробовали себя в стрельбе из электронного оружия и в новом виде спорта – фиджитал-футболе. Эти и другие активности помогли ребятам не только развлечься и разнообразить учебные будни, но и укрепить свое здоровье. Сегодня во всех спортивных комплексах нашего университета проходит мероприятие, приуроченное к празднованию Всемирного дня здоровья. Второй год подряд в рамках Дня здоровья мы проводим новые направления, в данном случае фиджитал-футболе, турнир по мини-футболу среди институтов нашего университета. Данное направление довольно-таки понравилось нашим студентам. Особое внимание на мероприятие уделяется информационным компаниям по профилактике различных заболеваний. Специалисты из медицинских учреждений провели лекции и консультации по вопросам поддержания здоровья, профилактических обследований и методов лечения. Были организованы сессии с психологом, где каждый желающий мог разобрать волнующие вопросы. Также студенты могли сдать анализы и пройти экспресс-тест на выявление ВИЧ-статуса. Это мероприятие посвящено здоровому образу жизни. Сначала, когда я пришла, я послушала лекцию небольшую, которая была этому посвящена. Как нужно правильно питаться, что нужно для сохранения здорового тела, что нужно делать для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Также здесь много психологов, которые могут ответить на интересующие вас вопросы. Можно сдать кровь на ВИЧ. Проведение Дня здоровья в Казанском федеральном университете помогает студентам и преподавателям осознать важность работы о своем здоровье. Это мероприятие становится не только возможностью провести время с пользой, но и поводом задуматься о своем образе жизни и внести в него коррективы в сторону здоровья и благополучия. Казанский федеральный будет и дальше отмечать ежегодный День здоровья, а также планирует вводить новые активности и виды спорта для студентов. День здоровья